Привет-привет! ОПГ наше процветает и начну наверное с того что ближе всего ко мне чисто территориально 500 метров отсюда где я нахожусь находится Оболонское управление полицией. Так вот сотрудникам Оболонского управления управления полицией я так понимаю следователь получил в качестве взятки одну тысячу долларов за что в рамках уголовного производства был изъят автомобиль у человека и для того чтобы вернуть этот автомобиль следователь попросил такую вот небольшую услугу в качестве или в количестве до количестве в качестве одной тысячи долларов теперь ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы дальше интересный случай ну как интересный он будет несколько связан с концом этого ролика почему поэтому внимание в принципе ничего особо нового человека значит полицейского в Харькове поймали по материалам сотрудников внутренней безопасности что важно запомните по материалам сотрудников внутренней безопасности задержали полицейского в Харькове который занимался сбытом наркотиков как весело понимаете это вот из разряда того кто что охраняет тот то и ворует да есть такое выражение вот у нас полиция борется против наркоторговли и тут же некоторые находятся товарищи в погонах которые сами и промышляют таким вот делом получил подозрение теперь ему светят от 6 до 10 с конфискацией конечно же что интересно дальше у нас происходит Винницкая область это уже в суд у нас дело улетела следователь даже не следователь оперуполномоченный ударил человека в результате человек упал ударился головой и умер что произошло шел себе шел этот человек никого не трогал его остановил опер полицейский и говорит будешь понятым при проведении я так понимаю средственных действий там какие-то что-то они изымали это либо и боеприпас или еще что-то человек послушал сказал мне ребята я не хочу быть после чего между ними возник конфликт ну наверное этот шибко умный опыт опору повнуваженный начал ему рассказывать о том что ты шо я тебя сейчас тут куда туда давай упал отжался но как вы сами понимаете но я думаю вы знаете а если не знаете я вам сообщаю что вы можете отказаться быть понятым это не является вашей скажем так обязанностью только с вашего согласия ну и сам отказ быть понятым он не является правонарушением никаким поэтому вы смело можете отказываться но вот видите человек отказался в итоге получил удар в голову от оперуполномоченного и в итоге скончался ужас еще одни оперуполномоченные но это у нас в николаеве установлено что правоохоронцы пишут ладно ну пусть будет правоохранители а то сейчас начнем мы рассказываем правоохранители не менее каких оснований взяли человека задержали применили силу наручники и и привели его доставили его участок после чего начали его бить и сбивать руками ногами по голове по телу чем нанесли ему средней тяжести телесные повреждения что им меняет часть вторую 365 уголовного кодекса это как раз превышение с использованием спецсредств и второе это заведомо незаконное задержание то о чем я как бы уже много раз говорил статью 371 вот от трех до восьми им светит если докажут их вину вот и больше они служить в полиции не будут что интересно это вот материалы дбр и часть 2 365 и часть 1 371 незаконное задержание и часть 2 превышение служебных полномочий в принципе абсолютно четко совпадает с фабулой которая была у меня по лукашу и грому но там почему-то дбр не усматривает хотя то же самое часть 2 превышение с наручниками и 371 заведомо незаконное задержание потому что нет нет не было никаких оснований меня задерживать вот так вот работает дбр у нас понимаете то есть там где наверное как-то по резонанс не то ли что то ли может там где у кого-то есть какие-то выходы на дбр или еще что то знаете там они рассматривают эти дела тут они не рассматривают не хотят не видят да ну ладно бог с ними до этого мы дойдем отдельно еще у нас интересное а это я уже рассказывал по поводу харькова на это я рассказал интересно как раз таки вот по наркотикам совсем недавно нам нам вам может вы не видели я вам покажу сейчас показали эти наши нацполицейские большущую прибольшущую спецоперацию против наркокартеля него даже так назвали его там вот это речнице их не да это ну из пресс-службы которая вот говорящая голова которая рассказывает о том что они делают вот она вот рассказывает очень интересные вещи выкрали незаконную деятельность злочинной группы яка займалася выготовлением та збутом наркотичных засобов та психотропных речовин окрім того выкрали еще и мережу канала сбуду этих наркотичных засобов а також места их выготовления так звание нарко лаборатории ну и в принципе там очень много всего рассказывала вот я не знаю 57 не хочу это все вставлять то есть там 100 одновременных этих обысков там 25 миллионов они нашли этих наркотиков 46 килограмм в принципе это вообще капля в море но бог с ним но она не сказала одного очень интересного момента знаете какого сейчас я вам покажу вот когда они вот показывали весь этот ролик но вместе с ее словами и вообще там с моментами задержания там был такой динамичный видеоряд где показывали это не там пламываются задерживают вот я вставляю фрагменты а а а а а а и на этих кадрах появляется очень интересная деталь один или два человека с нашивкой двб что такое двб вы знаете департамент внутренней безопасности департамент внутренней безопасности работает тогда когда у нас среди членов скажем так преступной группировки находятся полицейские да ну либо другие сотрудники мвд и в основном полицейские конечно же либо если дело связано там с покушением на полицейском да ну поскольку здесь у нас идет про наркоторговлю понятное дело здесь у нас фигуранты полицейские могут быть только лишь в кругу вот этой вот группы либо там крышевать либо вообще просто находиться среди участников но вот это вот трешница и некоторых статьях я читал об этом ни слова то есть никто не говорит о том что вот этой всей спецоперации есть один маленький нюанс что там скорее всего я не утверждаю но я просто анализирую то что вижу никто не говорит что в этой всей группировке замешаны полицейские вот попиариться они любят на таких вот вещах если бы они рассказывали полностью информацию всю информацию доводили вот таких вот наркокартелях я думаю попиариться уже не получилось бы да потому что ну вот звучала бы например новость что задержали огромный наркокартель много подозреваемых среди которых там пять полицейских 5 сотрудников полиции да уже как бы ну вот оно как-то так было бы не очень красиво ой продолжаем наблюдать за нашему пг далее буду пока